Первым участником этой встречи поприветствовал помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Айдамир Валиев. Он отметил необходимость и важность проведения таких мероприятий для обсуждения насущных вопросов, что стоят сейчас перед государством и обществом в целом. От себя лично хотел бы выразить слова благодарности руководству Северокавказской государственной академии, имена Скорачаева-Черкесии за приглашение. И приглашение не только меня лично, но и таких именитых и квалифицированных спикеров и экспертов. Я уверен, что сегодня прозвучают очень насыщенные и яркие выступления, которые будут положены в основу результативной части, которая в свою очередь уже благоприятно повлияет на развитие межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Северокавказского федерального округа. А спикерами на круглом столе выступили учёные Северного Кавказа в частности и России в целом. Это доктора политических, исторических, философских и психологических наук. А ещё к беседе подключились представители органов власти Карачаева-Черкесии. Каждый делился мнением о сохранении межнационального согласия среди народов России. Межнациональное единство в нашем регионе, в нашем субъекте, мне кажется, полнообразно было считать примером согласия, единства всех народов, которые здесь проживают. Но повестка сегодняшнего дня такая, что западные наши, в кавычках, товарищи, друзья, а если по прямому сказать, не только желатели, они вполне серьёзно рассматривают именно вот такую карту, разыграть такую карту, скажем, межнациональную карту на территории Российской Федерации. И здесь мы не должны оставаться как бы в стороне, мы должны просматривать всевозможные модели такой интервенции. Поэтому вот сегодняшнее заседание круглого стола, я думаю, может в каком-то плане её внесёт какие-то новые инициативы с учётом новых современных угроз. В России, по данным переписи 2010 года, живут представители 193 национальностей. На протяжении веков они сосуществуют в мире и согласии. Традиции добрососедства и взаимоуважения, исторический опыт межкультурного взаимодействия – это гордость и общее достояние России. И потому вопросы межнационального и межрелигиозного согласия, сохранение многообразия, обычаев, языков и самобытных культур в числе самых значимых ключевых приоритетов. Чтобы объяснить важность сегодняшней темы, мне кажется, надо обратиться к каким-то аналогиям. То есть страна, как цельный организм, социальный организм, как любому организму, разные части его тела нуждаются в обмене веществ, в обмене информации и так далее. То есть не может существовать организм, в котором нет этого обмена веществ. То есть сегодняшнее наше мероприятие – это об обмене опытом, о взаимодействии, обсуждении актуальных трудностей, проблем, форматов решений. Некоторыми планами работы поделился и министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачао-Черкесии Мурат Есинеев. В ходе предыдущих формул, посвященных данной проблематике, 19-й ЧАЭ подробно освещал деятельность по продвижению понятия российской идентичности и идентичности нашей республики. Поэтому здесь я позволю себе ограничиться перечень направлений такой работы. Первое – информационно-просветительской сфере через популярность до состояния региона как до состояния всей России. Программа форума была насыщена. В ходе этой встречи выступили десятки спикеров. Приглашённые гости не только обменялись друг с другом опытом и мнениями, но и пообщались со студентами Северокавказской Государственной Академии. Ведь именно молодому поколению строить будущее своей малой и большой родины.